история тех кто смотрит мой канал давно знают что изначально была проблема у меня со светом я ее решил потом проблема у меня была с качеством видео я и решил также купил телефон новый снимаю на iphone 11 кстати но осталась проблема со звуком несмотря на то что камера iphone 11 довольно неплохая звук у нее в этой камере довольно посредственный и пришлось мне разориться ну как разориться youtube сожалению не платит больших денег пришлось маленько вкинуть оттуда и маленько добавить из своих и купить вот такую вот штуку руках у меня вот такая вот коробка извиняюсь смотрю вправо там у меня монитор смотрю как идет запись вроде и нормально вот такая вот коробка она у меня почта россии доставлена из россии из москвы но заказана была с алиэкспресс а для вас конечно же ссылочка будет вот там внизу в описании посмотрите найдете как она получилась что из россии заказал из китая один цвет но мне предложил продавец купить другой цвет но с доставкой из россии пришла она мне за неделю буквально из москвы до челябинска отправить у нас о бпс бск кит какой-то не знаю такую компанию пытался загуглить не получилось загуглить что она делает львовский проспект чудо тут микрорайон дворский город москва ну короче с москвы и надпись такая интересная вот здесь вот плата написано 339 рублей 60 копеек то есть доставка была платная но я за нее не платил заплатил за нее продавец не знаю сейчас как звук будет идти нормально ненормально до этого звук шел отвратительный и почему-то вот здесь не знаю сфокусируется камера нет где-то камера стоит дата 2021 0809 9 число 8 месяца я купил ее в десятом месяце по ходу дела ее просто упаковали до этого и она была просто готова и поэтому отправили сразу поэтому стоит 8 месяц она просто два месяца лежала где-то на складе давайте вскроем сейчас пока запишем так а потом подключим и попробуем звук через это устройство характеристики честно скажу не знаю сейчас скроем на пачке почитаем что написано вообще здесь нас встречает так что там в пакетике было пакетики у нас пусто так что-то за звуки страшные не знаю пакетики пусто у нас коробка у нас розничная смотрите не поскупились на розничную коробку здесь системы которым эта штука подключается из и windows ой песке достаточно 4 windows linux mac и какой-то зум не знаю что это такое ну мне она в принципе не интересно так здесь у нас находится микрофон микрофон непростой микрофон конденсаторный что это значит знать что он должен быть хороший звук комплект у нас здесь должен быть полный так здесь краткая инструкция естественно все на английском ладно хоть не на родном китайском большое спасибо за это вот такая вот инструкция здесь небольшие характеристики вот так вот делаю кому интересно на паузу поставить и загуглить и почитайте интерфейс у нас юсб 20 питается от 5 вольт корпус металлический с пластиковым и у нас 16 децибел так диапазон герцов кого со 20 герда 20 килогерц но в принципе неплохо должно быть поддерживает все windows и все майки драйвера должны быть на все на это так у меня моник почему-то потух я его маленько толкнул моник включил так посмотрим что у нас комплект идет из комплекта вот эти вот суммы я знаю что они на записи будут очень очень плохо звучать поэтому все это на пол вот такой у нас диффузор это у нас защита от слюней соплей ветра шиков вот этих вот всяких она идет у нас в комплекте далее нас встречает кабель кстати довольно обычный кабель на одном конце у нас здесь разъем для принтера не помню он тоже юсб это называется а с другой стороны обычный разъем юсби 20 что такого нету здесь у нас ветрозащита вот так вот смятая к сожалению думаю расправиться и что страшного самое главное чтобы эту посылку на почте не кидали я думаю будет упаковано маленько получше хотя бы в пенопластовый бокс но отправили к сожалению в розничной коробке втором пакетике у нас на пол имеется крепление к столу вот такое вот крепление к столу по принципу старой советской мясорубки те кто знает те кто помнят поймут сколько столов было сломано этим креплением и гаечка вот сюда гаечка болтик вот сюда вот с барашком чтобы зафиксировать эту всю конструкцию на столе здесь у нас вот такая вот пружинная подставочка можно регулировать по высоте но я так понимаю нельзя регулировать она регулировка лево-право только через шарнир через вот этот получается ну в принципе если вот его сильно не притягивать сейчас я попробую вставить сразу же особо сборку делать не будем сейчас я вас уберу него за кадром и под туда вот особо если не затягивать то можно лево-право так регулировать но самое главное это высота высота нашего микрофона неплохо кстати профиль такой не сильно сопливый и собрано все так довольно неплохо я смотрю пружины везде все стоят ничего нигде вот это вот люфтов нету все довольно крепко стоит дальше у нас подвес идет естественно силикогель почему только в одном пакетике я не знаю силикогель положили это подвес чтоб микрофон у нас висел на весу а давайте на сразу соберем пока распаковываем сразу его вот так тоже бывает он получается был не закреплен просто это все накручивается довольно так далеко накручивается а вот это я уже не знаю как висела сейчас будем смотреть инструкцию но я полагаю как-то вот так она висела ладно это разберемся это не страшно и конечно же сам коробочку в сторону вмешается мне сам микрофон как я уже сказал он конденсаторный здесь у нас разъем вот тот самый юсб который в комплекте идет кабель для принтера самое главное его не ронять и что же означает наше юсб подключение это все просто у нас здесь встроенная звуковая карта то есть он сам должен обрабатывать все звуки также есть диммер какой-то видимо громкость довольно написано громкость и индикация лампочка индикационное включение данного микрофона навес не сильно тяжелый ну и не сильно легкий довольно приятное исполнение черном цвете я хотел черно-серый но вот китаец предложил мне купить вот такой вот черный ну я думаю не особо это страшно что цвет у нас будет другой я не особо такой любитель цветов так что мне вообще по барабану ну что давайте сейчас я это все дело соберу подключу включу ком и попробуем записать звук уже через него куда я дел пульт от камеры извиняюсь за такое поехали самое главное забыл сказать специально открыл страницу данного товара сейчас пишу звук я уже на него модель данного микрофона d800 это обычный китайский микрофон но скорее всего какая-то копия другого микрофона брендового ну я не вдавался в подробности меня это принципе не колышет главное что он работает звук он пишет сейчас еще расскажу пишу отдельные программы не знаю потом на монтаже как-то это все так сопоставлю цена данного микрофона у нас от 1200 до 3000 у меня вариант за 3000 потому что у меня здесь все есть поставки за 1200 будет просто микрофон и обычная маленькая тренога это ни о чем но в принципе для конференций или игр это вполне вот так достаточно я звук послушал уже запись сделал небольшую звук послушал качество звука меня конечно радует не знаю как вас пишите свое мнение в комментарии буду очень рад почитать обязательно ставьте лайки не буду напоминать вам про то что ваши лайки комментарии продвигают видеоролики вверх в поисковой системе youtube а так что не скупитесь обязательно ставьте с вами был руслан вот такой небольшой обзор данного микрофона ссылочка для вас в описании а я поехал играться всем пока надолго не прощаемся